Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Proton Bus Simulator Road. Road-версия от обыкновенной отличается длительными поездками. Здесь в этой версии представлено всего лишь три автобуса, но вы всегда можете поставить какую-нибудь модификацию. Я выбрал вот такого вот представителя. Забыл, как он называется уже на самом деле. Но я думаю, эксперты сразу опознают данный автобус. Вот так он выглядит. Такая темно-синяя-голубая раскрасочка. В остальном она не сильно отличается от обыкновенной версии. Смотрите, два автобуса друг за дружкой. Прямо колонна какая-то организовалась. То есть единственное отличие это дальние поездки. Здесь у нас нет маршрута, где через каждый километр нужно останавливаться на автобусной остановке. Здесь какие-то заезды, точнее рейсы между городов, например, и так далее. Так, ну что ж, давайте, наверное, заводить двигатель нашего автобуса и будем уже отправляться в нашу первую поездку. Посмотрим, насколько длинная она будет, насколько длинный рейс. Так, я думаю, можно пока загружать наших пассажиров. Так, давайте все системы включим сначала. Теперь откроем двери и будем заводить двигатель. Что-то очень тихо все работает. Я не слышу, я завел двигатель вообще или нет. Да, вроде как завел. Надо будет потом выкрутить громкость. Так, что у нас тут по настройкам? Все то же самое, абсолютно такие же настройки, как вы видите. Также можно сохраниться на один из слотов. Так, вот здесь у нас звук. В настройках он на максималку выкручен. Далее FOV у нас можем увеличить. Сделать все вот так вот. Ну, все те же настройки, да, очистка коллизий, хотя коллизий, я так понимаю, здесь тоже не будет. Перезагрузка скина и так далее. Так, ладно, давайте перемещаться вот сюда вот в кабину. Блин, слушайте, очень неплохой салончик здесь под деревом. Такая отделка. Так, мадам, у вас, кажется, возникли проблемы. Давайте я постараюсь вам помочь. Нет, честно говоря, ей это не помогает. Причем, смотрите, щели какие остаются, даже после того, как дверь закрылась. Блин, у нас проблемы сразу на старте возникли, потому что еще один господин не успел загрузиться. Ладно, не повезло вам. Не повезло. Тут уже безвыходная ситуация, мне кажется, и ничего сделать нельзя. Так что этому господину придется без своего брата ехать другим автобусом. Так, он исчез? Нет. Это, видимо, прорисовка. Да, я даже не успеваю убрать камеру. Он тут же исчезает. Итак, стояночный тормоз. Мы можем попробовать назад отъехать, конечно. А вот писк, конечно, долбит по ушам хорошенько. Очень громкий. Так. Боже мой, слишком громкий, мне кажется. Сразу нейтралку давайте воткнем, чтобы это не слушать. Дамочка, ну успокойтесь, вы не пролезете уже в салон. Вам нужно с этим смириться, но не получается у вас. Такова жизнь. Все. До свидания. Я надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся. Так, давайте, кстати, поднастроим немного высоту. Мне кажется, нам надо повыше, чутка, чутка забраться и также сдвинуться. Не-не-не-не, сдвинуться назад. Можно фов также покрутить. Вот так, мне кажется, посимпатичнее будет. Я люблю выкручивать фов постоянно под 90, чтобы весь салон чуть ли не было видно. Так, снова задняя передача. Давайте отсюда выезжать, пока она нам не сломала автобус или что-нибудь похожее не произошло. Так, соответственно, мы здесь вот разворачиваемся, выезжаем на дорогу. Я надеюсь, не слишком долбит по ушам. Так, включаем передачу и, наконец-то, отправляемся в поворотничек. Так, она нам направо, на самом-то деле. Канализационный люк, смотрите, здесь лежачий полицейский. Ё-моё. И ужасная чувствительность руля. Да, совсем кошмар. Так что мы немного сейчас еще и чувствительность руля подкрутим. СНСА. Давайте снизим ее. Какое-то странное управление. Посмотрите, что происходит с рулем здесь. Такого не было. Такого не было в предыдущей версии, в стандартной версии. Ладно, так более-менее, окей. Так, ну и отправляемся. Хотя все равно ужасно. Давайте попробуем вот так вот сделать. Или мне, наоборот, надо выкрутить. А, да, я перепутал немного. Да, вот так вот гораздо лучше. Так, ну что, можно свет включить. Хотя чудо-свет на этот раз прямо жжет. Чуть ли не жжет. Так, красный цвет. Прожигает, прожигает асфальт. Скрип, кстати, характерный при торможении. И мы сейчас будем поворачивать направо. Опять же, развернуть карту нельзя. Корризии здесь, скорее всего, нет. Но мы можем проверить. На всякий случай перепроверить. Но сделаем это уже попозже. Так, зеленый свет, а я стою до сих пор. Размытый асфальт, смотрите, какой-то размазанный. Ну, вот этот асфальт прям очень, очень хреново выглядит, честно говоря. Так, мне надо было поворачивать, твою мать. Я думал, мне на этом повороте повернуть. Так, это уже не очень приятно. Надеюсь, эта дорога нас вернет на основное шоссе, на основную траекторию. И вот в чем проблема. Когда мы съезжаем с основной траектории, в навигаторе маршрут не подстраивается. Да, слава богу, я выехать сумел назад. Так, здесь красный. Тормози. Ой-ой-ой, какой длинный тормозной путь. Но я ручник не стал использовать. Хотя он там что-то дергается. Что-то непонятно происходит. Твою мать. Ну и мы только что с вами проверили, что коллизия здесь отсутствует. Только что сквозь нас проехал другой автобус. Ну это самая печальная проблема, на мой взгляд. Это отсутствие коллизии. Автобус решил нас не ждать, пока мы тронемся. И он резко стартанул. Просто как какой-то электроавтобус. На безумных скоростях с места. Дичайший, сумасшедший просто старт был. И он, смотрите, как поворачивает. Как будто по рельсам каким-то неровным. Так, ну пока что мы на самом деле даже из города не выехали. Так, Сенса дает о себе знать. Надо все-таки здесь притормаживать в таких случаях. Так, теперь мы поворачиваем направо. Потихонечку притормаживаем. Зато индикация есть внутри салона. Так, а могу я сейчас проезжать? Наверное, я должен был стоять. Там красный свет. Но ничего страшного. Давайте повернем. Все равно штрафов здесь никаких нет. На рекламных счетах, смотрите, Юнити. И вот мы постепенно выезжаем из города. Видите, мы пока что ни разу не останавливались ни на какой остановке. Остановимся мы только, когда доедем до... Так, меня здесь тоже надо поворачивать. Когда мы доедем до конечной. Так что мы все еще в городе остаемся. Так, немного придется по газончику покататься. А, вот, смотрите, остановочка. Да, вот эта вот остановочка отмечена. Вот здесь нам нужно будет останавливаться все-таки. Так. Залетаем. Оттормаживаемся. Открываем двери. И давайте посмотрим, как это выглядит со стороны, да? Люди заходят. Но никто при этом не выходит. Только грузится. Полная разгрузка будет, опять же, в конце нашего пути. На самом деле маршруты и... В обыкновенной версии они достаточно длинны. А здесь, видимо, еще длиннее будут. Так, закрываем двери. Втыкаем поворотничек. Поворотничек. Начинаем движение. Сзади вроде никого. Выезжаем на дорогу. И продолжаем. Рано или поздно, мне кажется, за город мы выедем. Карта вроде как все-таки другая. Соответственно, приспособленная для таких вот длительных заездов. Длительных рейсов. Да, вот мы уже по широкому шоссе выезжаем из города. На этой остановке мы не останавливаемся. Здесь сбрасываем скорость. Хотя подвеска замечательно отрабатывает. Вот этот асфальт уже лучше выглядит. У него более четкая текстура, вы сами видите. Он гораздо симпатичнее, мне кажется, чем предыдущие полотна покрытия. Хоть здесь и трещины, они не ощущаются. Хотя они особо не должны ощущаться. Сейчас все-таки это автобус большой, продолговатый, массивный. Так, вот такой вот еще участок. Здесь тоже как отрабатывает подвеска, как на полицейском, лежачем полицейском. Так, ну мы залетаем в горочку. Вот мы и покинули этот город. И скорее всего остановка наша конечная в каком-то другом городе уже будет. Может быть даже в небольшой деревеньке. Так, здесь у нас достаточно крутой спуск, так что я сбрасываю скорость. Особо не тороплюсь. Хотя 60 километров в час мы все-таки развиваем. Более-менее нормальная чувствительность, на самом деле. Я даже вырулить в каких-то ситуациях могу. Но выглядит все равно не очень симпатично. Лучше пользоваться рулем именно. Крутить руд. Руд на сенсорных устройствах, естественно, мобильных на эмуляторе никак это реализовать не получится. Так, и теперь мы залетаем аккуратненько. Ну как залетаем, заползаем в горочку. Опять же, размытая текстура. Холмов, скал, каких-то гор. 18 километров в час. Еле-еле мы затягиваем. Здесь, конечно, ручная коробка, наверное, помогла бы в такой ситуации. И ручную коробку передачи здесь включить можно, насколько я понимаю. Странные деревья, смотрите, какие-то они угловатые. Да, очень странно. Лучше бы сделали просто плоскими. Они, видимо, попытались реализовать какой-то объем, но в итоге получилось хреново. Так, тихо, держимся на дороге, не отвлекаемся особо. Еще вот эта вот смесь пальм, смотрите, некоторые пальмы прямо в деревьях. Да, ну, видимо, над локацией работать еще и работать. Ну и неудивительно. Опять же, все в бета-версии, все в тестировании. Куча, может быть, ошибок. Модификации нестабильно работают, сама игра нестабильно работает, многое не реализовано, функции, механик и так далее. И, ну, самое главное, что разработчики или разработчик, ну, скорее всего, их несколько, может быть, небольшая даже команда. Самое главное, что они работают над этой игрой и выпускают периодически обновления. Ну, конкретно над серией игр. Не конкретно над этой. Эта игра вообще, по-моему, не распространяется через Google Play, а только на официальном сайте их, можно сказать, скачать. По крайней мере, я скачал именно на официальном сайте. Так, здесь мы заезжаем на остановочку, поскрипывая, тормозим. Я даже ручник не ставлю, на самом деле. Я думаю, еще страшно. Так, открываем двери. У нас загружаются пассажиры. Провисает даже по подвеске, когда пассажиры загружаются. Так, молодой человек. Не задержимся. Проходим. Видимо, он якобы билет у меня купил. Может быть, потом реализует, кстати, продажу билетов. Так, выезжаем снова. Надеюсь, я там никого не подрезал. Полицейский автомобиль стоял на обочине. Ну и вот опять на перекрестках. Видите, какие размыленные, размазанные текстуры асфальта. Покрытие асфальтировано. И вот эти вот горы, деревья напрягают. Много всего напрягает, конечно. Но сама моделька автобуса, салон, достаточно неплохо сделан. Симпатично. Напоминает, опять же, Омси. Я думаю, многим. Верникаро-рабочки вдохновлялись Омси. В первую очередь. Все-таки не так много автобусных симуляторов на ПК. На консолях так вообще ни одного, по-моему. Так, аккуратненько здесь заворачиваем. Ну и, в общем, вот такие вот длинные рейсы нас ожидают в данной версии, в роуд-версии. И большая часть вашего маршрута будет пролегать именно по вот таким вот трассам. Заградным. И между городов мы будем перемещаться. Перевозить наших пассажиров. Здесь вот океан. Или, ну, скорее всего, океан. Вряд ли это озеро, конечно. Пока что очень мало также объектов. Одинаковые дома очень часто встречаются. Так, тихо, мы здесь притормозим. Ну и поведение, конечно, так себе ботов. Что-то он прямо сбросил скорость. Здесь, наверное, ограничение какое-нибудь в 50. Тем более на спуске опасном. Достаточно серьезный участок. Я, естественно, на знаки не обращал внимания. Ну, думаю, 47-48 километров в час уж точно здесь разрешено на этом участке. Так, ну и вот мы приехали уже в какой-то крупный, судя по всему, город. Возможно. Хотя, казалось, казалось, что он крупный. Я вот сейчас продолжу движение. Он уже, кажется, не таким большим. Здесь какой-то рынок или что-то на него похожее. Заправочка. Нет, это, видимо, просто супермаркет какой-то. Что-то вроде того рядом с заправкой. Со странным забором. Нет, это небольшой город, действительно. Казалось, что он огромен. Издалека, когда мы только начали выезжать. Так, ну и вот уже привычные просто текстуры в виде деревьев. Виднеется на заднем плане. Вот они, даже они, мне кажется, симпатичнее выглядят. Естественно, если супер близко не подъезжать. Так, и мы заезжаем снова на холм. Я сейчас попытался разогнаться, чтобы на скорости преодолеть этот участок. 30 км в час. Мне кажется, сейчас сквозь нас будут проезжать автомобили. Я сзади по зеркалам там видел, кто-то прет за нами. На оранжевом или красном автомобиле. Хотя, ну, вроде как, пока даже никто сквозь нас не проезжает. Что удивительно. Так, нормально. У нас затянулись. И теперь здесь, смотрите, зигзагами будем разъезжать. Привычная горная дорога. Таких, я думаю, здесь много на этой карте. Ну и, судя по всему, три маршрута вроде как представлены на данный момент. Судя по всему, карта действительно большая. Если все маршруты будут вот такой вот длины, вполне неплохо. И это, я не знаю еще, сколько мы прошли. Хотя бы процент бы написали. Процентом соотношения, сколько мы прошли. Какой путь, какую часть пути мы преодолели. А так мне остается только гадать. Может быть, половину. Может быть, мы и 5, и 5% не проехали. Я понятия не имею. Так, здесь какие-то участки снова на асфальте. Как будто это какой-то участок для взвешивания или что-то вроде того. Так, ну и теперь на спуске мы можем развить скорость даже до сотки. Вполне себе. Давайте посмотрим, раскочегарим наш автобус. Хотя вот здесь вот опасно. Снова поворот. 120. Лучше притормозить, конечно, немного. И попробовать зайти в поворот. Так. Неприятная ситуация. Мост, кстати. Мы выехали на мост. В итоге. Но повреждений здесь никаких нет. И я думаю, пассажирам только веселее стало. От этого небольшого ударчика. Какая-то как через скотч проехать. Ничего страшного абсолютно не произошло. И вот мы заезжаем снова в какой-то город. Или, возможно... Нет, это снова не город. Кажется, что мы вот въезжаем в город. Но это снова гигантский супермаркет какой-то. Посреди дороги. Ну, как посреди. Естественно, в стороне. Здесь еще какое-то предприятие. Какой-то завод, возможно. Не вижу, что там написано. Слишком размытая надпись. Ладно, друзья. На этом мы закончим. Ссылку на игру я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.